Зал археологии С удовольствием вам его презентуем. Смотрите и наслаждайтесь. Итак, одна из тем нашего семинара звучит как сверка особый вид фондовой работы в музее, основные положения и документы. Ну, как вы знаете, музейные собрания, они не только хранятся, но и работают. И в процессе движения музейные предметы могут менять свое местоположение. Изменяется в процессе экспонирования состояния сохранности музейных предметов. И может измениться их атрибуция в процессе исследования. Вы, наверное, заметили, что постоянно звучит слово «изменились». Изменились музейные предметы. И вот это как раз изменение и влечет к особому виду работы, который называется музейная сверка. Так что же такое музейная сверка? Это обязательная, систематическая проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов и музейных коллекций в целях установления соответствия их фактического наличия, определяющих признаков и состояния сохранности с данными в основной учетной документации. Проверка наличия может быть сплошной по всему объему имеющихся предметов в фондах музея, либо отдельно по группам хранения в соответствии с шифрами книг, инвентаря. Музейная сверка проходит несколько этапов. Какого же этапа музейной сверки? Первый этап – подготовительный. Второй этап – основной. И третий этап – заключительный. Документальный. Подготовительный этап – готовятся документы. Первое – план график, в котором указываются сроки проверки, группы хранения и объем проверяемых музейных коллекций. Для музеев с количеством менее 30 тысяч единиц хранения сверка проходит один раз в три года. Для музеев с фондами от 30 до 300 тысяч единиц хранения сверка проходит один раз в пять лет. От 500 тысяч до 1 миллиона единиц хранения сверка проходит один раз в семье. От 500 тысяч до 1 миллиона единиц хранения сверка проходит один раз в десять лет. И более 1 миллиона единиц хранения сверка проходит один раз в 15 лет. После составления плана графика, график утверждается директором музея и согласуется с учредителем. Второй документ, который необходимо подготовить в первый этап – это приказ директора музея. в котором указывается состав комиссии, группы хранений, которые проверяются, и сроки. Обязательным условием для членства в комиссии является не менее трех человек и присутствие ответственного хранителя сверяемой коллекции и сотрудника отдела учета. Третье. Подготавливается попредменный список. Попредменный список всех музейных предметов сверяемой коллекции. В этом списке должны быть прописаны все учетные обозначения. Четвертое. Книги поступлений основного фонда. Пятое. Акты ПП, по которым поступили в музейные предметы. Шестое. Акты на ответственное хранение. Второй этап у нас основной. Основной этап – это непосредственно сам процесс сверки. В процессе сверки комиссия должна выявить первое – количественный состав музейных предметов, сверяемый музейных коллекции. Второе. Необнаруженные предметы. Третье. Предметы записаны дважды под разными номерами. В учетных книгах. Сережа. Второй этап основной – непосредственно процесс сверки. Комиссия в процессе сверки должна выявить первое – количественный состав музейных предметов, сверяемый музейной коллекцией. Второе. Необнаруженные предметы при сверке. Третье. Предметы записаны дважды под разными номерами в учетных книгах. Четвертое. Предметы, исключенные из учетной документации в неустановленном порядке. Пятое. Предметы, исключенные, но обнаруженные в наличии в фондах. Шестое. Несоответствие фактического состояния музейного предмета, описанного в учетной документации. Седьмое. Неудовлетворительное состояние сохранности музейного предмета, требующей реставрации или консервации. Восьмое. Предметы, ошибочно записанные в основной фонд. Девятое. Предметы, подлежащие исключению из учетной документации музеи. Третий, заключительный этап. На этом этапе готовятся итоговые сверочные документы. Первый, основной документ, это акт проверки наличия музейных предметов и музейных коллекций по шифрам. А акту прилагаются таблицы фиксации итогов сверки музейных предметов из сериальной коллекции, зарегистрированных в главной инвентарной книге. Третье. Таблица фиксации итогов сверки музейных предметов из сериальной коллекции, зарегистрированных в главной инвентарной книге с шифром такими. Четвертое. Прилагаются списки в случае обнаружения таковых. Списки музейных предметов, исключенных из учетной документации в установленном порядке. Списки музейных предметов, в которых выявлены несоответствие фактического состояния музейного предмета, описание в учетном порядке. Музейный и список музейных предметов, находящихся в неудовлетворительном состоянии сохранности и требующем реставрации или консервации. Список музейных предметов, записанные дважды под разными номерами учебных книгах. Список музейных предметов, исключенных, но оказавшихся в наличии фонда. Список музейных предметов, подлежащих к переводу из основного научно-вспомогательного фонда. В случае, если эти предметы были записаны ошибочно в основном фонду. Список музейных предметов, подлежащих к исключению из учетной документации музея. И список музейных предметов, не обнаруженных в результате проверки. Хочу обратить ваше внимание, что в списку музейных предметов, не обнаруженных в ходе проверки наличия, необходимо приложить все имеющиеся документы обоснования в виде ксерокопии с оригиналов или заверенной копии. Первое. В случае кражи или хищения необходимо иметь письмо, информацию о дате и обстоятельствах кражи. Второе. Внутримузейные приказы по этому делу. Третье. Объяснительные записки должностных лиц музея. Четвертое. Результаты служебных расследований. Пятое. Справки органов внутренних дел о заведении при остановлении или прекращении уголовного дела. В случае, произведенных ранее передачи музейных предметов в другие музеи или организации, без оформления соответствующих разрешительных документов. Первое. Приказ или распоряжение вышестоящих организаций или директора музея. Второе. Акт выдачи. Третье. Подтверждение музея или организации о получении музейного предмета. В случае подтверждения недостачи музейного предмета, выявленных в ходе ранее проводившихся проверок наличия. Первое. Заверительные копии актов проверок или выписка из них. Второе. Приложение листов в списках предметов. В случае выявления недостачи музейных предметов по неустановленным и документально неподтвержденным причинам, необходимо приложить объяснительную записку, подписанную главным хранителем, заведующим отделом учета и ответственным хранителем сверяемой коллекции. От списка музейных предметов, подлежащих исключению из учебной документации музея, необходимо в графе «Причина обоснования» представить аргументированные обоснования о целесообразности их исключения, так как музейные предметы исключаются не только из учета и документации музея, но и из Музейного фонда Российской Федерации. Также необходимо приложить обоснования, подкрепленные экспертными заключениями ФСК или сторонних специалистов и уведомления органов МВД о прекращении уголовного дела. Далее. Акт проверки наличия. Все списки, все приложения к акту должны быть подписаны всеми членами сверочной комиссии и закрепленные печатью музея. Акт проверки регистрируется в специальной книге. Регистрация идет сплошной нумерацией каждый год и заверяется директор музея. Также отправляется на утверждение вышестоящей организации.